Делегация Хамас в воскресенье прибыла в Каир для участия в новом раунде переговоров о прекращении огня. Её участники отказались комментировать шансы на заключение сделки. Накануне Израиль заявил, что не направит делегацию в Египет, поскольку Хамас не предоставил список заложников, а также палестинских заключённых, освобождение которых хотел бы добиться. По сообщениям британских СМИ США оказывают давление на Хамас, чтобы добиться соглашения о прекращении огня до священного для мусульман месяца Рамадан. Он должен начаться 10 или 11 марта. Между тем, в еженедельном обращении к верующим папа Франциск призвал к прекращению огня между Израилем и Хамас и к всеобщему разоружению. «С болью ношу в своём сердце страдания людей в Палестине и Израиле», — заявил он. В свою очередь, специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри призвал ввести санкции против Израиля, заявив, что это единственный способ достичь прекращения огня в Газии, где, по его словам, голод уже вполне мог начаться. Израильская армия в воскресенье заявила, что ликвидировала более ста боевиков в секторе Газа, арестовала десятки, обнаружила и уничтожила сотни пусковых установок. По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала войны Израиля с Хамас погибли более 30 тысяч палестинцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok